Здравствуйте, уважаемые друзья! В сегодняшнем уроке мы с вами создадим вот такой вот креативный коллаж, состоящий из вертикальных панелей. Вот так, как у меня. Ну, давайте я все удалю, что я уже здесь сделал, да? И мы с самого начала все это сделаем, и все вам будет понятно, какие возможности здесь у нас есть. Так, я удаляю. Итак, перед нами фотография вот этой очаровательной девушки. Давайте мы создадим корректирующий слой. цвет, для того, чтобы мы могли в любой момент времени цвет фона поменять. Ну, пока мы оставим его белым. Затем, давайте мы создадим с вами вот эту вот панель при помощи инструмента прямоугольник. Вот. Заливка у нас черная, обводка белая. Вот. Ну, может быть другой цвет, ничего здесь в этом страшного нет. И я создаю вот такой вот прямоугольник. Ну, примерно такой, да? И он сразу цветом залился, да? Я беру инструмент перемещения, позиционирую каким-то таким вот образом, да? Если бы его вдруг создали не по размерам, то вы всегда можете нажать кабинацию клавиш Ctrl T, ну, свободное трансформирование, да? И сделать его больше, меньше, уже, шире и так далее. Вот. Ну, я вот сделал именно такой. Соглашаюсь с трансформацией. Ну, кстати, свойства этого прямоугольника я панель выключу. Она нам не нужна. Так. И теперь, знаете, что нам нужно сделать? Давайте мы создадим тень для нашего объекта, да? Чтобы, когда он уже станет панелью, вот это вертикальный отображающий изображение, да? Чтобы там тень была, она будет задавать немного такой трехперный эффект. Для этого я иду в параметры наложения. Здесь вот есть пиктограмма FX, параметры наложения. Щелкаю. Так. И вызываю тень. Ну, собственно говоря, мы уже здесь, я уже здесь сделал, экспериментировал с этим. И у меня параметры тени установлены. Угол наклона 120, смещение 30, размах 15, размер также 30. Вот. Соответственно, вот эти параметры, они зависят от величины изображения. У меня достаточно большое изображение, почти 4,5 тысячи пикселей по ширине. Соответственно, если у вас изображение будет меньше, то и параметры тоже надо будет снижать. Иначе с одними и теми же параметрами, но с разными размерами изображения, тень может быть слишком маленькая либо слишком большая. Это понятно. Так. Теперь давайте мы с вами создадим еще рамочку белую у нашего вот этого элемента. Так. Для этого я иду непосредственно так выполнить обводку. Вот у нас, видите, рамочка появилась здесь светлая. Вот размер у нее тоже я 20 задал. И цвет обводки тоже у нас белый будет. В принципе, вот так. И так. И нажимаю ОК. ОК. Так. Теперь смотрите. Я у фонового изображения делаю копию слоя. Копию слоя. Давайте его назову, ну, например, основной. Ну, или как-то по-другому можно назвать. И вот этот слой основной я поднимаю выше остальных. И затем, затем я вот этот слой основной делаю обтравочным непосредственно к моему прямоугольнику, который я здесь создал. Нажимаю клавишу АЛЬТ. Вот у меня здесь появляется такая вот стрелочка, когда я на границе слоев нахожусь. И нажимаю левой кнопкой мышки. И, пожалуйста, смотрите. У меня появился вот этот вот прямоугольник, но уже в виде, соответственно, элемента, вот этого элемента вертикальной панели, которую мы можем взять и двигать. И он у нас будет отображать изображение в том месте, где этот прямоугольник будет находиться. Вот. Если даже мы отключим вот этот хост, то у нас, в принципе, то же самое получается. Ну, тоже интересно. Так, ну, мы с вами включаем обратно вот этот слой. И теперь мы будем заниматься уже позиционированием. То есть, если у нас все панели будут располагаться вот так вот прямо друг за другом, то это не будет. Это очень интересно, поэтому я предлагаю немножко каждую панель поворачивать. Я иду в пункт меню редактирования, свободное трансформирование. Либо нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-T и чуть-чуть панель поворачиваю. Вправо, влево, как вам угодно. Ну, допустим, вот так вот я сделаю, да. И нажимаю, соглашаюсь с трансформацией. Теперь идем дальше. Смотри, здесь такая вот у нас история может получиться. Для того, чтобы мы могли панель за панель выкладывать, да, мы не можем просто вот этот прямоугольник скопировать, иначе он свои свойства потеряет. Мы должны сделать следующее. Мы должны объединить непосредственно вот этот основной слой с нашим прямоугольником группу. Вот я выделяю, значит, основной прямоугольник. Нажимаю комбинацию клавиш Ctrl-G. У нас получится группа 1. Вот. И когда мы будем копировать группы, тогда у нас все, в принципе, будет и получаться. Так, давайте я создам копию нашей группы. Вот. Открываю группу. Встаю непосредственно на прямоугольник. При этом, обратите внимание, когда я пытаюсь, значит, выделить прямоугольник, у меня в параметрах инструмента перемещения автовыбор выключен. Если он у меня будет включен, например, смотрите, то, пытаясь взять прямоугольник, я буду брать, мне будет попадаться основной слой, то есть подложка. Нажимаю Ctrl-Z, чтобы вернулся назад. Поэтому я выключаю автовыбор, чтобы у меня автоматически вот этот слой не выбирался. И непосредственно выбираю прямоугольник. И сдвигаю его немного вправо. И также Ctrl-T смещаю, вернее, поворачиваю. Но я стараюсь сделать так, чтобы у меня вот эти вот вертикальные полосы не влезали лицо пополам, а вот, например, лицо, вот эта вот часть лица, она была непосредственно, ну, все входило. Иначе эстетика изображения может немного как-то пострадать, назовем так. Ну, в случае необходимости можем пошире сделать вот эту вертикальную полосу. Ну, например, вот так вот. Ну, а здесь уже, в принципе, можно как-то по-другому это все двигать. Давайте я соглашусь с этим. Видите, у нас вот эта панель немного... влево ушла. Наверное, я ее выделю и помещу вот так вот примерно. Вот так вот будет, скорее всего, нормально. Соответственно, в вашем случае вы можете вот эти вертикальные полосы креативно раскидывать так, как вам покажется наиболее интересным. Так, я закрываю вот эти панели и создаю снова копию верхней группы. Вот. Вхожу внутрь группы, выделяю прямоугольник и смещаю его, помещаю уже в другом месте. Также Ctrl-T нажимаю и немного поворачиваю вот так вот. И у нас, видите, опять здесь немного, чтобы на лицо не заходило, значит, вот эта полоса, да, я ее немного смещаю. Вот. Ну, при этом стараюсь сделать так, чтобы у нас все-таки какая-то хаотичность во всех этих вертикальных панелях была. Почему? Потому что, ну, есть, я так думаю, определенный смысл в этом. Когда у вас уже панели размещены, здесь вы можете любую панель брать и как бы уточнять ее положение для того, чтобы у вас получилось все, ну, максимально интересным образом, вот. Я, конечно, мы могу здесь подольше понаходиться для того, чтобы, значит, как-то более детально к этому вопросу подойти, да. Ну, и чтобы не затягивать урок, а многие жалуются на то, что я слишком долго объясняю, да, я постараюсь это сделать все быстрее. Итак, три панели у меня уже есть. Теперь я еще одну панель сделаю, вот, копию я создал, внутрь в нее захожу, выбираю опять прямоугольник и сдвигаю его, и также поворачиваю Ctrl-T, вот, и тоже вот в таком вот виде устанавливаю. Так, ну, панели можно было сделать потоньше, количество их побольше, но я думаю, что вы все это будете делать, у вас это будет, ну, как бы получаться, может быть, даже интереснее, чем у меня, да. Вот. Что я вам хотел еще показать, смотрите, если мы захотим сделать так, чтобы у нас фоновое изображение немного просвечивало снизу, да, то мы можем встать непосредственно на вот этот целой, заливка цветом, и уменьшить его прозрачность. Я думаю, что процентов, например, где-то 85, либо 80 прозрачности как раз создаст такой тоже интересный эффект, проявление, да, вот, и это первое. Во-вторых, мы можем поменять цвет заливки, вот, какое не факт, возможно, вы выберете другой цвет. И еще, вы можете вот эти вот панели, которые у вас появились здесь, в масштабе тоже менять, ну, без изменения масштаба самой картинки. Для этого вам придется открыть каждую группу, вот так вот, да, и в каждой группе с клавишей Control, соответственно, выделить именно вот эти прямоугольники, то есть я выделяю здесь, с Control выделяю здесь, здесь и здесь. Вот. И теперь нажимаю комбинацию клавиши Control-T, ну, и все их масштабировать начинаю. Вот, видите, я их увеличиваю, уменьшаю, то есть фотография у меня остается без изменения, я могу ее подвинуть, если что-то у меня там не устраивает положение этих вертикальных панелей. Ну, допустим, я вот так вот оставил, да, можно чуть поменьше сделать, вот, повыше, вот, и нажимаю согласиться. Ну, собственно говоря, вот и все, что-то здесь придумать еще, ну, я не знаю, если вы знаете какой-то еще момент, который сюда можно было бы добавить, чтобы он как бы приукрасил нашу конечную работу, то я буду благодарен за все ваши комментарии, в которых вы все это напишете. Ну, соответственно, вот эти панели можно размещать горизонтально, вертикально и как-то по-другому для того, чтобы достигать какого-то определенного результата. Ну, а на этом у меня все. Спасибо за внимание. С вами был Александр Семенов. До новых встреч.